Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! В эфире информационный канал Кляга Мауа Тефау. Наша сегодняшняя тема – португальский скандал насильников детей. Сметение по поводу скандала из-за насилия детей в Бельгии затмило в свое время события в Португалии, где в ноябре 2002 года было вскрыто, что в государственных детских домах в течение десятилетий насиловали сотни девочек и мальчиков. Насильники выбирали в основном глухонемых детей и детей-сирот. Так же, как и в Бельгии, преступники были найдены не в криминальных кругах или в среде психопатов, а среди людей высочайшего положения – дипломатов, челезвезд, министров. Следователи прослушивали даже телефон тогдашней главы партии социалистов Эдуарда Ферро Родригуэса. Это сообщение печаталось в берлинской газете «Беллина Моргенпост» 18 июня 2003 года. Более 30 лет в Португалии в государственных, стыдно сказать, в попечительских домах Касапия совершались детское изнасилование, истязание, а также выдача на прокат для оргий и съемок извращенных фильмов. Во всех скандалах о насилии детей в прошедшие десятилетия вырисовывается одна и та же картина, а именно, в этих преступлениях против самых слабых членов нашего общества были задействованы высочайшие правительственные круги вплоть до королевских семей. На эту тему говорит одна из жертв Касапия Намора, точно подмечая дилемму, когда подозреваемые лица стали известны, то жертвы превратились в злодеев. Но не может же быть, что детей годами насилуют, что с ними делают вещи, которые они себе и представить не могли бы, а потом, говорится, обвиняемые, уважаемые личности, мы не будем их беспокоить. Настало время эти невообразимо ужасные вещи вместе с уважаемыми личностями вытащить в свет общество. На этом мы с вами прощаемся, желаем вам всего доброго, до будущих встреч в эфире Клягамау АТФА. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok